с добрым утром друзья добрым прекрасным январским утром 2021 год уже наступил январь уже тоже заканчивается у нас то снег то град и даже был град сейчас у нас дожди я собралась в крым уже два раза поездку свою отложила но сегодня поездка будет несколько путей есть поехать в крым это на автобусе на железнодорожном вокзале на электричке можно поехать баблокаром на машине и можно поехать анапским туристическим центром которым я сейчас и воспользовалась чтобы как-то разнообразить свою жизнь не сидеть дома выходные мы едем в крым у нас даже прошел снегопад а еще и был град большой большой горох но сейчас я направляю сторону посадки этом посадка у нас будет напротив автовокзала мое путешествие будет туристической фирмой как я уже сказала но обратно я не еду я остаюсь на полуострове у меня уже есть маршрут по которому я буду дальше следовать выбраться из анапы можно на баблокаре как я сказала можно на автобусе у нас ходит автобус новороссийска до ялты в анапе у него есть посадка один автобус идет утром другой вечером также можно поехать на электричке которая ходит железнодорожного вокзала два часа одна минута и вы в городе керчь но об этом я расскажу чуть-чуть попозже наша экскурсия будет сейчас с утра до позднего вечера первая остановка у меня керчь достопримечательности керчи и мог и крымский мост погода вот немножечко изменилась то обещали что дождя не будет опять запланировали мы поездку но вот вы видите да как пасмурно и немножечко моросит но поездка будет нас уже встретила экскурсовод сказала ждите еще 10 минут оставайтесь со мной и смотрите все что мне нравится буду показывать керчь судак ялту севастополь бахчисарай достопримечательности кафешки еду оставайтесь со мной наш путешествие продолжается мы уже на там и на там они у нас остановка 10 минут очень тепло чем дальше едешь от анапы тем теплее теплей кофе попили и продолжаем дальше путешествовать сейчас у нас будет крымский мост и керчь много интересного рассказывает наш экскурсовод сейчас я узнала что мы находимся на 45 параллели наша она по их что она по близняшка феодосия и штатаманский полуостров вот по которому я сейчас хожу близняшка керчи и географические положения и климатические в общем в близняшки но здесь вот находится помахали что лети надо но здесь находится такая стоялочка но моста не видно там упачьи уже приехали нас предупредили что керчи нет туалетов но я думала остановку делаю постоянно здесь не едут от моста и продолжаем дальше свое путешествие а поручение а в целом траты 240 гр рублей и в январе 15 лет 19 года почему здесь 19 километров там 4 километра с вами едем по суше и то его тоже за забетонировали и так далее и в этом месте поэтому стали строить автомобильный рассчитан на 40 тысяч автомобилей в обе стороны сутки из которых летом в июле августе тогда можно 18 год 15 год и 27 пар поездов 3 корее был пролет там 8 с мая поехали мы близко еще через месяц только уход который мы видели аппарат от гарантии дай бог мы живем впереди арки самые интересные арки в конце августа 17 года что напоминает лишь в пятнадцатом году летом. Есть метролога, специальный год подошли на десятки тысяч тонн арки, то есть дорожная и автомобильная. Меня восхищает народная поэзия, которая, да, кстати, обратите внимание, что дорожные музыки заметны для вас, вот поднимается на горизонтальный мост, потому что тяжелые груженные составы, но здесь идти ровненько по рельсам, а автомобильные шины легко разметнут нас на высоту 35 метров над уровнем воды. Мост поднимается на 35 метрах, арки соединяются. Специально прорытый канал еще 110 лет назад, 110 с лишним лет назад прорыли канал глубиной из 15 метров, ибо глубина остального пролива, вот это видно по цвету воды, 3-5 метров от силы, 2 метра где-то. А здесь, под нами, под арками, будет вода. Кто его просто не чистит? Он у нас от Тубанских рек. Тубанские реки уже вставляют. И Азовское море, повторяю, течет сверху. Здесь смешиваются. Ну, препараты может где-нибудь оставьте, мы сейчас с утра почти не поедем. Арки хорошо, но везли именно с горы. Сегодня видимость хорошая, поэтому длинные моста будут всякой играть. Попередите. Под ними принято аплодировать. Ну, что, они зажигаются. Ну, мы поедем еще днем обратно. Вечером они зажигаются. Красный. 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 Цвета. Освещение. Справа, слева. Вы сейчас начинаете смотреть. Это все самый длинный город в России. Керчь. Помимо того, что он самый древний официальный город в России, напоминает 1621 год в этом году. Слева вроде бы мыс. Это мыс, конечно, но видите, ничем не застроен. Только странные бугры. Это слева предварь. Дело в том, что предварь внизу, внутри вернее, под землей, подземная тверийская крепость Керчь называется. Построенная в 62-е годы 19 века. 160 лет назад. Великим губарным мальчиком Клебином. Великим автором обороны Севастополя. В Турцкую войну. Все эти бутны скрывают под собой. Потребные коридоры, арсеналы. В советское время разные функции были. Сейчас там музей. Есть крепости Керчьева. Куда не ездим. Никто пока еще на экскурсии. Ждем в дорогу. С тобой в боем элеганты. Русские дети жили всегда. На своем уже языке корчика. Получает русский язык. В переводе. Видите? Прямо, ребята, такая же бутылка. Центральная главная площадь. Прямо, ребята, такая же бутылка. Центральная главная площадь. Стоит храм. Справа. Увидите колокольник. Принесение. Что это? Это самый древний храм России. Действующий, работающий. Надо выйти, чем она гостить. Дальше. Ну вот. Дальше. 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 Дальше.